Александр Сергеевич Устюгов, российский актер, режиссер и музыкант, получил всероссийское признание благодаря сериалу «Ментовские войны». Также известен как музыкант собственной группы «Экибастуз». Биография Александра Устюгова берет начало в Казахстане, в городке Экибастуз, Павлодарской области. В детстве Саша посещал театральную студию при Народном театре Данка, а также с 12 лет учился в художественной школе у Сергея Пантелеева. Но при первом выборе профессии пойти по творческому пути не решился, поэтому вместо старших классов обучался в ПТУ. Наслесаря – электрика по ремонту и монтажу горного оборудования. Училище Устюгов окончил с отличием, даже несмотря на то, что на последнем курсе ему пришлось параллельно работать на угольном разрезе – Восточный. Для получения высшего образования Александр уезжает в большой город и становится студентом Омской государственной академии путей сообщения. Полтора года юноша учился на очном отделении, но по финансовым причинам Александру пришлось перевестись на заочную форму и устроиться работать осветителем в Омский театр юного зрителя. Данное решение казалось определяющим в карьере будущего актера. Достаточно скоро Устюгов из Осветителей переходит в актерскую труппу театра, играет в различных спектаклях, а затем и пробует себя в режиссуре, поставив пьесу «Эти свободные бабочки». Позднее в театральной режиссерской карьере артиста будут такие знаменитые произведения, как «Азорий здесь тихий» и «Бонабо». Александр Устюгов решает стать профессиональным актером. Для этого поступает в Омский областной колледж культуры и искусства на курс Владимира Рубанова, по окончании которого уезжает в Москву и добивается права учиться в театральном институте имени Бориса Щукина у художественного руководителя Родиона Овчинникова. Дипломированный актер производит хорошее впечатление на руководителей российского академического молодежного театра. Устюгова включает в состав труппы. В стенах театра Александр сыграл множество ролей, наиболее ярко из которых стал главный персонаж сказки Евгения Шварца под названием «Тень». За исполнение роли «Тени» артист получил престижные премии «Чайка» и московский дебют. Еще одной звездной постановкой оказался спектакль по драме Достоевского «Идиот», за которую актер был повторно удостоен премии «Чайка». Кинематограф Александр Устюгов попал в 2002 году, исполнив второстепенные роли сразу в трех сериалах «Повелитель эфира», «Кодекс чести», «Операция», «Свет нации». Но успех пришел к нему через два года, когда на экранах телевизоров стартовал криминальный сериал «Ментовские войны». Фильм рассказывает о жизни сотрудников убойного отдела уголовного розыска Санкт-Петербурга под руководством Романа Шилова, роль которого исполняет Устюгов. На фоне большого количества кинокартин аналогичной тематики актеру удалось создать образ милиционера, который отличается от других и выглядит на экране более реалистично. Александр, готовясь к съемкам, ходил в настоящее отделение милиции, наблюдал за работой сотрудников, а также за такими нюансами, как походка, способ держать телефонную трубку, манера курить. Начиная с 2004 года вышло уже 10 сезонов многосерийного фильма «Ментовские войны» и запущен проект очередной части картин. В актерский состав фильма важны Дмитрий Быковский, Ромашов, Алексей Завьялов, Марина Игнатов. В 2005 году с участием Устюгова на Первом канале стартовал показ сериала «Адъютанты любви», где артист сыграл персонажа Платона Платоновича Толстого, друга Михаила Лугина, которого сыграл Павел Баршак, и Петра Черкасова, которого сыграл Никита Панфилов, влюбленного в Варвару Ландскул, которую сыграла Мария Козлова. Фильм транслировался на протяжении двух сезонов. Через год Устюгов получил главную роль в комедии «Петр Великолепный» и засветился в эпизоде боевика «Обратный отсчет» с Андреем Мерзликиным, Леонидом Ярмольником, Оксаной Экиньшиной и Максимом Сухановым в главных ролях. В военном сериале Игоря Зайцева «Диверсант конец войны» 2007 года выпуска Александр примерил амплуа отрицательного героя «Вора в законе» по кличке Бурый. Еще одной знаковой ролью в фильмографии Александра Устюгова стал знаменитый персонаж Евгений Базаров в экранизации классического романа «Тургенева. Отцы и дети» Авдотьи и Смирновой. Создатели картины изначально рассматривали актера как главного претендента на эту роль, так как хотели подобрать такого исполнителя, который по своим внутренним качествам соответствовал бы главному герою фильма. Второго главного персонажа романа Аркадий Кирсанова сыграл Александр Ратников, звезда полнометражного фильма «Около футбола». В конце 2000-х годов с участием актера вышли сериалы «Черчилль 2», «Дорогой мой человек», «Сестры Королевы». Начиная с 2011 года режиссеры предлагают Александру Устюгову исключительно главные роли в военных и криминальных фильмах, детективах и мелодрамах, печали, радости, надежды, снайперы, любовь под прицелом, привет от Катюши, уйти, чтобы остаться и цветы зла. В 2014 году Никита Михалков завершил работу над проектом «Солнечный удар», где Устюгов засветился в роли морского офицера. Главных героев драмы – экранизация рассказа Ивана Бунина «Окаянные дни» сыграли Мартин Шкалита, Авангард Леонтьев, Александр Адабешьян. Фильм собрал в прокате 1,8 миллиона долларов. Осенью 2015 года начался показ сериала «Чума», где, собственно, у Александра Устюгова ярко выраженная отрицательная роль бандита Михаила Табакова по прозвищу Табак. Но актер и тут подошел к персонажу, нетривиально и сумел показать преступника не с точки зрения его злодеяний. Артист, найдя внутреннюю причину такого отношения к жизни, старался вызвать у зрителя желание, если не оправдать, то хотя бы понять этого человека. Интересно, что в этой картине Устюгов не только снимается, но и снимает, так как главный режиссер картины Алексей Козлов предложил ему поработать в качестве второго режиссера-постановщика. Кроме чумы, Устюгов был режиссером телесериала «Государственная защита» 2010 года выпуска, а также фильма «Служу Советскому Союзу» 2012 года, созданному по роману Леонида Менокера «Обед с дьяволом» об отпоре советских зэков фашистам захвачив. Во второй режиссерской работе Устюгов главных героев Михаила Донцова и Таисию Мещерскую сыграли Максим Аверин и Нонна Гришаева. Фильм, показанный в эфире телеканала НТВ, вызвал множественные протесты общественности, как псевдоисторический фасквиль. Александр еще в детстве пытался поступить в музыкальную школу, но и вовсе безуспешно. В 14 лет у парня появилась гитара, и Саша начал заниматься самообразованием, играть перед друзьями. Идея создать собственный коллектив зародилась уже тогда. В 2015 году Александру Устюгову удалось основать музыкальную группу. Названием «Экибастус» получил коллектив в честь родного города Фронтмена. Первое сольное выступление музыкального коллектива прошло в ноябре 2015 года в петербургском клубе «Космонарх» и имело и вовсе большой успех. В репертуаре группы «Экибастус» более десятка душевных песен на самые важные темы в жизни каждого человека – честь, долг, война, любовь, родина и т.д. Во время обучения в Щукинском театральном институте Александр Устюгов познакомился с однокурсницей Яниной Соколовской, на которой женился несколько лет спустя. В 2007 году в молодой семье родилась очаровательная дочь Евгения. Личная жизнь Александра Устюгова полностью изменилась в конце 2015 года. Актер подал на развод с Яниной и встретил новую любовь – начинающую актрису Анну Азару, дочь крупного бизнесмена генерального директора авиационного холдинга «Сухой» Игоря Азара. Кстати, у второй жены Александра Устюгова тоже есть дочь от первых отношений, которой зовут Кира, а они приписывают связь с Денисом Никифоровым, который сыграл главную роль в фильме «Бой с тени». Но актер отрицает отношения с девушкой. Денис давно и счастливо женат на фотомодели Ирине Темрезовой и воспитывает двух детей. Свадьбу Александр Устюгов и Анна Азар сыграли камерную. На бракосочетании присутствовали только молодожены. А свадебное путешествие молодые провели в романтических местах, посетив Париж, Нормандию и Британию. В середине 2016 года оба супруги удалили из Инстаграма и других социальных сетей совместные фото и вычеркнули друг друга из списка друзей. Новый 2017 год Александр, по его словам, отмечал один в Санкт-Петербурге, куда актер приезжает навестить свою дочь. Александр Устюгов, достаточно разносторонний человек, помимо театра и музыки, увлекается фотографией, спортом, особенно боксом, а также мотогонками, так как весьма неравнодушен к мотоциклам, на которых любит ездить, а также ремонтировать их. На этом, собственно, биография столь замечательного актера подошла к концу. А вы ставьте лайки, пишите комментарии и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok